Лишить заключенных сотовой связи комитет уголовно-исполнительной системы пытается не первый год. Сначала в зонах пытались устанавливать глушилки, не помогло. Теперь МВД на законодательном уровне пытается обязать сотовых операторов блокировать работу мобильной связи в колониях и тюрьмах. Отрицательно настроенная часть заслуженных пытается дестабилизировать режим содержания и контролировать процессы происходящих в колонии, в том числе посредством мобильной связи. Появились новые угрозы извне, то есть со стороны приверженцев радикальных религиозных течений. В словах чиновника от МВД есть здравый смысл, но перекладывать свои прямые обязанности на операторов сотовой связи неправильно, говорят эксперты. Тем более технически это практически невозможно. И здесь шутку с МВД сыграла практика строительства колоний в черте населенных пунктов. Начнут глушить сигнал в колониях, без связи останутся жители городов. Этот вопрос вызывает недоумение даже с точки зрения самого подхода регуляторного, потому что казалось бы очень просто лучше изъять эти телефоны на зоне и в принципе все и в тюрьме, чтобы их там не было. И почему решение перекладывается на бизнес и в конечном счете на подкрепителя. На то, что заключенные имеют сотовый телефон, сотрудники колонии, как правило, закрывают глаза. За определенную плату. Это давно уже большой и серьезный бизнес. Но какие бы мы не делали защиты, какие бы налогоплательщики не оплачивали по вашим заявкам защитные средства, скажем, есть в советских времен, есть комнаты глушений, шум гидов. Но если мы поставим такое здание, где гарантия, что какой-нибудь не выведут антену сотрудники, которые сегодня также публикуются в интернете ряд, посмотрите, сколько отчетов МВД публикуется, сколько привлечено. Административные. Уголовное ответственность. Установка глушителей в тюрьмах уже обошлась налогоплательщикам в полмиллиарда тингем. Результатов никаких. Деньги словно ушли в никуда. Сколько будет стоить новая инициатива, Министерство внутренних дел граждан не информирует.